О том, что в Акнете не всё спокойно, стало известно ещё в ноябре 2018 года. У провайдера внезапно возникли проблемы с интернетом и ТВ. А позже и вовсе компания сообщила о захвате. В тот же вечер их офис был опечатан сотрудниками Финпола. Уважаемые абоненты, мы вынуждены прекратить работу в связи с попыткой рейдерского захвата компании Акнет. Тогда же Финпол сообщил, что никакого захвата не было. Сотрудники проводили расследование в рамках уголовного дела, возбуждённого по заявлению одного из учредителей. Им оказался Руслан Абдумаджитов, который требовал наказать своего компаньона Кубана Аджимудинова. Аджимудинов Кубан не предоставляет никаких данных, скрывает и занижает выручку компании. Приходили в школу, приходили к домкомам, следили постоянно за мной, приходили и требовали, чтобы я отдал свою долю. Отдал свою долю неким людям. И эти люди были напрямую от Аджимудинова Кубана. Всего в Акнете три учредителя. Но фактически компанию поднимали двое, заявившие в органы Руслан Абдумаджитов и нынешний президент Кубан Аджимудинов. Конфликт между ними назревал давно, говорят представители обеих сторон, который в итоге перерос в скандал с участием силовиков и даже неких представителей от влиятельных людей. Я прошу свою 33.33%, не более. За эту сумму, вот период 1 октября 2007 года, по период 15 ноября 2018 года, сколько денег прибыль был? Прибыль, чистый прибыль. От налогов, от зарплаты освобожденной. Чистый прибыль. Это видео было оформлено и залито в сеть, как рейдерский захват. И на нём жертвы представили Кубана Аджимудинова. Мол, неизвестное лицо требует от президента Акнета денег и участия в бизнесе. Однако позже другая сторона сообщила, что это их представитель и на самом деле он отстаивал интересы Руслана Абдумаджитова. Так или иначе, ситуация уже давно вышла за рамки обычного хозяйственного спора. И сейчас сотрудники компании просят правоохранительные органы не идти на поводу интересов одного из учредителей. Финансовая полиция уже более пяти месяцев оказывала большой прессинг. Незаконно накладывала арест на счета компании, которые никаким образом не проходят ни фигурантам, ни по законодательству, ни по обстоятельствам по данному уголовному делу. В следствии чего в последующем были, мы считаем, что обоснованно и законно прекращены эти уголовные дела. Однако из-за конфликта всё же пострадали рядовые сотрудники. Были уволены около 30 человек. Я уволена задним числом, незаконно. И суд признал именно незаконные действия. Когда мы давали данные, которые были против компании Акнет, реальные данные, по выручке, например, мы сразу становились неугодными компаниям. Финпол всё же выявил нарушение – уклонение от уплаты налогов. Акнет уже возместил ущерб – 150 миллионов сомов. А тем временем следствие продолжается. И только Фемида может поставить точку в этой затянувшейся истории. Марат Ахматов, Кубан Ачпек Мамытов, телеканал «Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова